Тщательная подготовка к плаванию, велогонке, бегу, а еще особое питание за месяц до старта и очень четкая логистика. Важно, чтобы все от кроссовок до носков у спортсменов лежало на определенных местах. Так можно сэкономить важные доли секунды. 246 человек из десятка регионов России приняли участие в этапе Кубка страны по триатлону. Каждый из них пытался преодолеть, кажется, непреодолимые. 51,5 километр. Сначала в воде, потом на трассе и напоследок вокруг театральной площади. В итоге мужчин опередила женщина. Подробности в сюжете. За два часа до старта на берегу стрижевских карьеров массовая подготовка к серьезному испытанию триатлон, в котором в общей сложности участника нужно преодолеть 51,5 километр. Нужна тщательная подготовка, особенно под палящим солнцем. Готовимся! Крема от загара. Еще все должно быть на своих местах. Новичок триатлона Рустем утверждает, что именно это поможет сэкономить важное в гонке доли секунд. Он висит, но мертвый, например, то есть все готово. Он на ремне. Ремень, его не надо как резинку, его можно защелкнуть. Это быстро. То есть шлем должен висеть. То есть без шлема нельзя выходить, да? Соответственно, его нужно одеть. Вот. Питание, чтобы успеть в карман сзади закинуть, в общем, питание, чтобы в дороге удобно было. Вода уже готова, то есть велосипед проверен. Вот все. А вот у легкоатлета Романа Киселева подготовка началась еще за месяц до старта. Сначала специальная диета, а ближе к делу логистика перевоплощения из пловца, например, в велосипедиста или из велосипедиста в легкоатлета. Сначала в голове все это строится, то есть что зачем. И там уже на автомате минимум всех движений идет, и автоматически все застегиваешь, составляешь и все. Внимание! Два круга по 750 метров – это только первый этап гонки. Вообще триатлон – это три этапа после заплыва велогонка 40 километров и бег 10 километров. Между каждой дистанцией для спортсменов приготовлены так называемые транзитные зоны. Всего на маршруте организованы две так называемые транзитные зоны. Вот одна из них – гора велосипедов и вещи. И пока участники, спортсмены находятся в воде, здесь они все вещи разложили таким образом, чтобы максимально быстро переедеть в гидрокостюм, пересесть на велосипед. Ну, можно обратить внимание, вот спортивные трусы положены так, чтобы просто взять их и надеть. Или вот аккуратно разложены бутылка воды, носочки и кроссовки. Велогонка от стрижей до театральной площади среди участников уже определились явные лидеры. Сообщается, что одному из спортсменов была оказана медпомощь и упал с велосипеда. Вдоль победиловского тракта выстроились болельщики с дач, а еще недовольные перекрытием дороги водители. Это вторая транзитная зона, она находится на театральной площади. Здесь участники соревнований с велосипеда переходят на следующую и последнюю дистанцию. Это бег 10 километров. Можно наблюдать, как отлажены движения у спортсменов. Поставить велосипед и поменять обувь нужно как можно быстрее. Впереди еще 4 круга вокруг театральной площади. По 2,5 километра каждый. Участники говорят, что именно это самый сложный этап триатлона. Еще бы, когда 40 с лишним километров позади, сил почти не остается. На маршруте пытаются взбодрить люди с водой и болельщики. Всем привет! Ребята, вперед! Среди участников Анна Альминова ждет, когда велосипедную гонку закончит ее коллега. Жду сейчас второй этап команды Министерства спорта и молодежной политики. Я буду завершать. Сегодня здесь еще одна женская команда. Она состоит на 75% из членов моей семьи. Второй этап сейчас едет на велосипеде моя сестра Александра. И третий этап бежит супруга моего брата Альминова Оксана. Первыми на финиш пришли командные участники из Кирова. Каждую дистанцию у них преодолевал отдельный человек. А вот первым, кто преодолел 51,5 километра самостоятельно, оказалась девушка. Правда, для чемпионки России по триатлону на длинной дистанции победа неудивительна. Как себя чувствуете? Отлично. Как дистанция? Дистанция, погода, вообще все супер. Ужас. Это сейчас на беге. Да, но это обычное явление. После Кирова этап Кубка России пройдет в Казань, а потом в Сочи. Часть спортсменов и еще больше любителей уже изъявили желание в них участвовать. Говорят, на финише есть какое-то особое ощущение, когда невозможно сложный, на первый взгляд, тройная гонка оказывается вдруг очень даже преодолима. Артем Паникаровский, Хаван Деров, информационный канал «Город».